Так, однажды зимой Святой Франциск шел с братом Львом из Мерузы в Арцикюлю. Было холодно, и они очень сильно прожжали от стужи, и Франциск позвал брата. Можно на пол? Теряется отношение. Нас чуть не разключили. Вот, и Франциск позвал брата Льва, который шел спереди, это был его ученик, и сказал ему, «О, брат Лев, дай Бог, чтобы наши братья подавали по всей земле пример жизни святой. Запиши, однако, что не в этом радость совершенна». Говорим о радости совершенной. И в Священном Писании говорят, что радость приходит в сердце. Есть два способа жить. В основном мы показываем себя, когда живем, показываем себя, обратить внимание, допустим, я иду где-то, идет солдат по городу, идет улыбок девочек, вся улица слепла. Ну, то есть, девочки показывают себя, солдаты показывают себя, и вся улица слепла. Вот, то есть, мы очень сильно сосредоточим на себе в жизни. И веды говорят, что это является главной причиной страданий, потому что в этом нет радости совершенной. Ну, допустим, я показываю себя, а вдруг мне не улыбнуться, и что тогда получится? Тогда у меня не будет уже вообще никакой радости, несовершенной, несовершенной. Может, я выгляжу не так, может, у меня что-то не то, что случилось, почему? Меня не воспринимают подобранным. И причина радости несовершенной заключается в том, что сама природа человека, она не предназначена для того, чтобы себя показывать вообще. Ну, то есть, это не то, что приносит счастье, в принципе, потому что веды говорят, что мы вечные существа, мы души по природе. А душа, она радуется не от восприятия себя, а от действия по отношению к кому-то. То есть, есть разные ступени счастья. Конечно, хочется себя показать, это факт. Но это не будет радостью совершенно. Вот, допустим, я могу по-разному настроиться во время лекции, я могу рисоваться перед вами. И это вызовет определённый интерес ко мне. Но у меня внутри не будет радости совершенно. Почему? Потому что радость бывает от отношений. Когда человек показывает себя, отношения заканчиваются. Потому что отношения — это всегда, когда мы что-то делаем. В отношениях, когда мы показываем. Пусть мы вышли друг перед другом, мы рисуемся. Мы что-то делаем друг к другу? Нет. В это время. Нет, мы ничего друг к другу не делаем. Мы в это время находимся каждый внутри себя. Когда человек находится внутри себя, так как нет обмена, поэтому нет радости, нет чувства вот этого счастья, нет обмена. И поэтому я хотел бы, чтобы был обмен. Но для этого я должен что-то дать. Так. Но я не уверен, что у меня больше, чем у вас. Вы слушаете внимательно. Может быть, у вас больше знаний в этом вопросе, чем у меня. Поэтому я надеюсь на вашу снисходительность и что вы оцените то, что я скажу, может быть, это как-то глядит целом в жизни. Итак, Святой Францисов задал очень серьезную тему для обсуждения, потому что цель его беседы была достигнуть понимания, что такое радость совершенная. И часто люди живут в семье много-много лет, и они постоянно привлекают внимание к себе. Часто люди работают в коллективе много-много лет и постоянно говорят о том, что мне в этом коллективе плохо работать. Или мне в этой семье плохо жить. И причина такого понимания заключается в том, что человек просто не понимает, в чем заключается радость совершенная. Он не понимает, что душа во своей природе не предназначена для того, чтобы ждать счастья. Часто мы этим занимаемся, мы ждем счастья. Нам всегда приходят радости, когда ее ждем. Ждешь, да? А дальше интересно поется. «И ручей наполнен радугой, и горьких слез». То есть это как раз и вызывает двойственность. То есть когда человек ждет счастья, то к нему приходят и радости, и страдания. Но есть состояние, в котором страдания заканчиваются, остается только радости. Поэтому такая радость становится радостью совершенной. Но в это состояние войти можно только одним способом. Нужно не ждать счастья, а служить. И природа даже помогала, показала, как это делать, на нашей же собственной судьбе. Когда родители по-настоящему любят своего ребенка, они показывают пример. Они знают сами, что они не такие, что они хуже. Но они показывают пример, чтобы ребенок был лучше. Чтобы он был лучше, чем мы. Мы вот не такие возвышенные, но ребенок может быть лучше, чем мы. Они показывают пример. И вот, если человек подает пример святой жизни или честной жизни, просто, допустим, женщина решила быть верной женой, показать пример. Может быть, я не для себя решила. Может быть, ей в сердце хочется погулять. Ну, чтобы было больше мужчин красивых, хороших, сильных, смелых. Но она хочет, чтобы в обществе воцарилось счастье. Чтобы люди жили в семье, чтобы не было, как у нас сейчас, 80% разводов. И часто люди показывают пример поведения правильного. Допустим, в социалистической культуре, когда мы жили, там это было очень принято, показывать пример правильного поведения. Допустим, в школу ты приходишь, и ты ведешь себя правильно. И в нашем обществе сейчас часто это осуждаем. Кажется, что зачем показывать пример, если все не так? Давайте показывать вот нашему трогу. Некоторые даже начали раздеваться, и это называется мудисты. Они ходят совсем голые и показывают все, как есть. Вот как есть, все так и показывают. Но почему люди все-таки начали одеваться, вот в чем вопрос. Почему они не голые ходят? Что причина? А? Голодно. Голодно, так, раздевается. Не гибель. Голодно, просто, так, раздевается. А? Разум. И что разум? Разум говорит. Показывай, как есть. Чего стыдится? А? Стыдно. Кому стыдно-то? Человеку. Человеку? А кто такой человек? Душа. Душа. А? Из-за денег. Как? Из-за денег. Из-за денег. Из-за денег. Из-за денег. Из-за денег. Из-за денег. А это все зависит от того, на кого вы работаете. Если вы для денег живете, тогда из-за денег. Я, допустим, живу из-за отношений. Мне вот нравятся глаза человеческие. Если я вышел сюда голый, то, наверное, когда дом в армии на меня смотрит. Человеческие глаза. А денег я здесь не получаю. Я все жертвую. С лекцией. С лекцией. С лекцией. Они мне не идут. Поэтому кто-то из-за денег, кто-то не из-за денег. Все зависит от того, чего человек хочет. Человек-жизнь. Разные же вещи можно хотеть. Не только денег. Или мы так соскучились по деньгам за 70 лет советского строя, что теперь только из-за денег живем. У нас не из-за чего пожить больше. И так у человека разные есть цель. Есть цель жизни. Но ответ на этот вопрос, почему мы одеваемся, он очень простой. Потому что мы хотим, чтобы видели лицо. Так? Лицо. А лицо, оно не пошлое. Так? Лицо не пошлое. То есть оно в нем проявлена чистота человеческая в лице. В нем проявлено что-то светлое, чистое в лице. И лицо это энергия души. Это не энергия тела. Тело само по себе, в нем есть разные энергии. Есть половые энергии разные. Но в лице есть чистота человеческая. Поэтому лицо представляет душу. Мы души, мы не тело. Некоторые считают себя телом, они думают, что я вот хожу, раздетый, меня всего видно. Но эти люди не знают, что тело это всего лишь машина, в которой живет человек. Некоторые считают себя телом, из-за этого они страдают. Говорят, я старое встал. То есть душа может подстроиться под тело. Некоторые поют. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Видите, человек вечно молодой, потому что он не расстается с комсомолом. Есть же молодые люди. Никогда не будет 60, а лишь 4 раза по 15. Есть молодые люди, которые в возрасте, а есть старые. Почему они старые? Они потому что, как бы, они обусловились вот этой идеей, что я пожилая женщина. Пожилая женщина, пожилая женщина. А с этим я могла сберегать и... Была встально... Была как бы... Я когда-то... Знаете, то есть, ну как бы... А есть пожилые женщины, очень радостные в сердце. Радость — это отрекут души. Человек может себя считать женщиной, может душой. Все зависит от того, как он настроен. Душа, она не имеет возраста. Она очень молода всегда. Она вечно юная. Поэтому люди возвышенные, духовно чистые, возвышенные люди, они... У них нет возраста. Они кажутся... Я что-то не то сказал. Они кажутся молодыми. Есть такой опыт, что вот, допустим, есть возвышенный человек какой-то, он кажется молодым. У него светлые глаза, чистые такие, как детский взор такой. Это энергия души, потому что, смотрите, когда ребенок рождается, через него энергия судьбы еще очень слабо выходит. Через каждого человека идет энергия судьбы. Вот, допустим, молодой человек передо мной сидит, он смотрит на меня. Сейчас я вижу, что энергия судьбы какая? Напряженная сейчас, тяжело уже. Да-да, про вас. Нет? Легко? Легко. На сердце. А в чем легкость заключается? Свобода действий. Ну, и хорошо. Вот. Ну, я ошибся просто, посмотрел. Я вижу влияние Сатурна определенное. Это влияние напрягает человека. У него появляется чувство, чем заниматься, как жить дальше, что делать. Я об этом говорю сейчас. А внешне может казаться, что легко. Ну, то есть, по судьбе идет нагрузка какая-то. Но, когда вы были маленькими, допустим, лет семьи, эта нагрузка не могла возникнуть в сознании. Даже есть дети больные, они все равно счастье в сердце испытывают внутри. Потому что карма, она человека не нагружает в молодом возрасте. Но если бы вам было сейчас 70, то вы уже не так на меня смотрите. У вас был очень тяжелый такой взгляд, напряженный. Понимаете, то есть, причина – это влияние судьбы. Время, оно старит тело. И тонкое тело напрягается от времени. Есть грубое тело, вот это вот, грубое тело. Там внутри тонкое тело находится, психическое тело. Но не стареет, оно напрягается со временем. А есть еще душа, она вообще не стареет. Она всегда молодая. И когда ребенок маленький, тело молодое только, да, то грубое тело, оно почти недели не видно его энергию. Тонкое тело тоже не напряжено. В результате у ребенка видно только душу. Поэтому он и кажется таким классным. Маленький ребенок, потому что в нем ни грубого тела, ни тонкое, ни проявлено. Допустим, бывают люди пожилые, они очень возвышенную жизнь били, и у них тонкое тело чистое. Но грубое тело старое. Такой человек кажется вроде бы старым, но он от него тяжестью не веет. С ним хочется быть рядом, хотя и тело старое. Такой эффект. Часто бывает, что старые люди вызывают тяжесть, неприязнь, потому что они не занимаются духовной практикой, не связывают себя с возвышенными вещами в своей жизни. Это называется духовная практика. Связывают себя не с трудностями, а с чистотой человеческой. Потому что невежество в чем заключается? Мы сильно погружаемся в трудности жизни. И в результате это состояние погружения в трудности называется оскоренением. Оскоренением называется. И поэтому с пожилым человеком рядом, который оскоренен трудностями, тяжело находиться. Он с ним тяжело. Так? Но с возвышенным человеком, у которого может быть уже там 80 лет, легко. Почему? Потому что он не погружен в трудности. А во что он погружен? Он погружен в то, чтобы давать пример. Потому что человек может жить счастлива только в виде примера лица. Девушки, допустим, они показывают пример красоты. Они так прихораживаются. Показывают пример красоты. Молодые люди показывают пример силы, могущества. Что мне легко. Но молодой человек не может по-другому сказать. Потому что, ну что это? Да, он летит. Невозможно. Потому что молодой человек, он должен быть сильным. Это его природа, его возможности внутренние. Вот. Но это всё не то. Потому что это не даёт радости совершенной. Потому что природа души в женском теле не показывает себя красивую. Природа души. А дарить красоту. Это разные вещи. Женщина, которая дарит красоту, она не показывает себя. Она просто делает всех счастливыми. Те, кто находится рядом с ней. И в это время она про себя не думает. Она забыла про себя. Потому что, когда женщина думает про себя, она постоянно мучается, страдает. Ей тяжело жить. Постоянно думает, как дашь меня замуж, господи. Так тяжело. Что же это? Постоянно тяжело жить, когда про себя, да? Про свою жизнь. Но когда она занята служением, она заботится о ком-то, она забывает про свои проблемы и всегда счастлива. Радость становится более совершенной. Но если она в своем сердце думает о какой-то другой женщине, которая идеально исполняет свои обязанности, она ведет себя там, чтобы все счастливы вокруг. И она настроена на эту женщину, как, например. Вот тогда она наступает радость совершенной. Потому что самое лучшее, что есть в людях, оно приближает человека к пониманию, кто такая душа. А наша цель — вспомнить себя в этой жизни. Мы забыли, что мы души, вечную природу имеем. Должны себя вспомнить. Вот я сейчас себя не совсем помню и хочу пить. Воды не поставили. В этом проблема, что не хватает радости совершенно, нет самоотдачи, полной погруженности отношения. Итак, смотрите, интересный момент. У нас все равно в сердце есть какой-то пример. Например, пример мужа, который изменяет. Он сидит в сердце, тяжело жить. Или пример жены, которой не любят. Пример детей, которые ведут себя плохо. Так, сердце сидит в примере. И когда этот пример имеет негативную окраску, человек страдает. Когда человек избавляется от страданий, когда он настраивается на ту Личность, которая имеет позитивную окраску. Почему она имеет позитивную окраску? Потому что она настроена на душу, такая Личность. Душа по своей природе чиста, светла и радостна. У нее нет ничего плохого, нет ничего плохого. И это наша природа. Но если я настраиваюсь на человека, который так настроен, то я себя начинаю лучше понимать. И все мои вопросы, все мои проблемы решаются автоматически в результате. Понимаете? То есть в этом настроении можно понять, что делать. Спасибо. Радость совершенно не от этого, конечно. Итак, видите, святой Франциск задал тему серьезную для беседы. То есть он говорит о том, чтобы наши браки подавали по всей земле пример святой жизни. Потому что людям не хватает именно этого. Видите, в социалистической культуре был пример. То есть мы верили в светлое будущее. Что у нас будет в отдельно взятой стране, или сначала во всем мире, потом в отдельно взятой стране. Вот. Мы построим светлое будущее. И люди, так как они имели в сердце этот пример, они были счастливы. Просто от того, что они в это верили. Потому что когда человек в чистоту в своем сердце лелеет, верит в чистоту, то он остается счастливым. Почему же тогда все рухнуло? В чем причина? Потому что мы не в то верили. Потому что светлое будущее должно быть на ком-то основанным. То есть человек не может просто верить в какое-то непонятное светлое будущее. Но все священные писания указывают на то, что нужно верить в священное писание. Верить в личность возвышенную, в личность наставника, в личность учителя. Понимаете? То есть говорят, не создай себе кумира, да? Кумир это кто такой? Кто себя считает Богом? Я, мне, я, верьте все. Но идея речь идет не о таких личностях, а о таких, которые сами имеют наставников. Которые чистой жизнью живут, означают жизнью души. Душа по своей природе, она очень смиренная. Она очень смиренная и очень глубокая. Вы спросите меня, зачем я вообще сейчас об этом говорю? А я хочу очень практическую лекцию дать, которая бы помогла. Потому что, если ты осознанно понимаешь, как ты себя сейчас ведешь, то получается очень хороший практический результат. Вот сейчас, допустим, я вот сейчас нахожусь. В каком я состоянии? У меня есть сердце, радость совершенно. Я о других людях думаю. Не могу, нет сил думать, помогать. Нет, служить мужу, заботиться о мужа, нет сил. Нет сил простить жену. Нет сил воспитывать ребенка. Да? Почему нет сил? Вот основная проблема общества, в котором мы живем сейчас, какая? Почему люди пьют? Почему люди курят? Почему женщины в их леснике находятся многие? В чем причина? Нет сил. Почему нет сил? Потому что у нас вера не в то. Мы верим в деньги, в положение в обществе, в квартиру, в свой комфорт, уют. То есть верим в то, что нам какие-то условия, в которых мы будем жить, дадут радость. Понимаете? А все священные писания, как от них, говорят, что вера должна быть в чистоту, в светлость, в личность. Нужно верить в личность. Даже человек просто влюбляется, он на кухню мы-то сидел и влюбил? Нет. А какая жизнь у него становится? Светлая. Светлая жизнь становится. Почему? Потому что он видит перед собой не ту девушку, которую потом замуж возьмет и будет, с которой подоконником гонять ее будет. Не эту девушку он перед собой видит. А что он видит перед собой? Он видит ее в светлые стороны. Он видит ее как душу. Потому что в это время, когда люди влюбляются друг к другу, что Господь высвечивает в человеке самое лучшее, в мужчине самое лучшее, в женщине самое лучшее высвечивается. Для чего? Для того, чтобы люди верили друг в друга. Хотя бы друг в друга. Если они не могут верить во что-то более высокое, хотя бы пусть друг в друга верили. То же самое, как мать любит своего ребенка. Почему? Она смотрит и видит в нем чистоту. Видит самое светлое, что-то чистое, светлое видит в своем ребенке. Или что-то он там видит. Так ведь? Поэтому она его любит. То есть видите, любовь возникает. Любовь это суть жизни. Мать живет для ребенка. Муж живет для жены. Жена для мужа. Или дети для родителей, если они видят светлое и чистое в своих близких. Но проблема в чем заключается? В чем проблема? Или нет проблем? Есть проблема? Какая? Какая? Нет. Проблема в том, что это видение хорошего, оно быстро рушится из-за того, что есть много плохого. То есть люди, которые нас окружают, они совершают разные интересные поступки, да? Которые даже невозможно описать в большой советской энциклопедии. Очень много интересных поступков совершаются теми, кто нас окружает. И эти поступки, они рушат веру в отношениях человека. В результате непонятно, зачем жить. Мне зачем жить с тобой, да, вместе? Почему? Потому что нет, я не верю в нашу жизнь, в нашу любовь. Я не верю уже. У меня не осталось никакой силы жить с тобой. Почему не осталось никакой силы? Мы с вами разбираем всякие возможности теоретические. Или у вас всегда будет все нормально? Не будет все нормально? Олег Геннадьевич замочил. Я не порчу светлое чувство. Я пытаюсь отрезвить. Отрезвить. Потому что люди любят, верят друг в друга. Это вера в страсти. Есть вера в невежество. Есть вера в себя. Вера в страсти означает друг друга. Есть вера в благости. Она основана на знании. Потому что вера в невежество возникает, когда человек вообще ни с кем не хочет общаться, вдруг в себя верит. Нет отношений с обществом. Когда есть отношения с обществом, человек будет немножко социальный, у него появляется вера в людей. Он верит, что может найти себе нормального мужа или жену. Понимаете? Вера в людей, она в страсти находится. Почему? Потому что что такое страсти? Это то, что возникает и исчезает. Почему? Потому что нет здравого смысла в такой вере. Мы верим друг в друга, но мы не знаем друг друга. Мы не знаем, что каждый человек находится под жестким влиянием своей судьбы. Что сегодня у нас хорошее отношение, потом судьба нажмет чуть-чуть, будут плохие. В этих плохих отношениях начнется разруха. Вера пропадает. И человек теряет силы. У него нет силы дальше жить вместе. Почему? Потому что верить нужно не в друг друга. Верить в Бога непросто. Непросто верить в Бог, потому что мы не знаем, кто он такой. Чтобы верить в кого-то, надо его знать. Но Бог проявляется через личности. Потому что божественная сила Бог живет в каждом человеке. То есть, веды говорят, что на дереве тела живут две птицы. Не описывают. Что есть душа и сверхдуша. И душа проявляется в теле человека, и сверхдуша проявляется. Как сверхдуша проявляется? Вот девушка молодая, расцветает, 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 расцветает. Какая я красивая. Она думает, что это она расцвела. Но если ты расцвела, так сохраняй это на всю жизнь. Она не может. У нее тает красота. Она хочет как бы подрисовать, а все равно уже не то, что было. Так? Значит, есть какая-то сила внутри, которая ее делает красивой, когда приходит время. Но когда девушка в возрасте становится взрослой, женщина, то у нее эта сила проявляет другую красоту. Так? Какую красоту уже проявляет? Больше ближе к душе. Если она живет правильно, то ее красота проявляется уже в близких отношениях. Может быть, люди внешне не видят, но в семье видят ее красоту близкие люди. Так? То есть красота никуда не делась. Женщина создана для красоты. Но ей Бог дает экзамен. Она сдаёт экзамены. Она должна красоту уже по-другому. с красотой иметь другие отношения. Она должна учиться дарить красоту. То есть сначала ей было много подарков. Она была молодая, красивая. Все, я вот просто сама по силе подарок. Я хожу по улице и просто я подарю ее всех. Все смотрят на меня, все меня любят, и я тебе всех подарю. Но потом с возрастом по-другому все получается. Если ты хочешь быть подарком, тогда уже учись любить. Потом надо учиться любить. Женщине сначала дается красота, а потом надо учиться использовать эти женские качества для жизни в обществе уже потом. Но проблема заключается в том, что у нас нет сил. Почему нет сил? Потому что мы их берем не оттуда. Мы их берем или от себя. Мы верим в себя, как молодыми были, как верили в себя. Или верим в близких. Эта вера не дает возможности стабильно жить. Потому что и я, глупости, вера в себя — это вообще замкнутый круг. Вера должна же любовь создавать отношения. Отношения дают жизнь. Силы жить дают отношения. Вера близких дает счастье. Но она быстро разрушается, потому что мы совершаем ошибки. Но есть еще другие люди, другой тип людей, которые способны показывать по всей земле пример святой жизни. Вот то, о чем святой Франциск говорил. Вот этот пример святой жизни нужно показывать для того, чтобы люди смогли из этого примера получать силы жить. Потому что когда человек верит в святость, чистоту других людей, он верит, что это есть, и настраивается на это каждый день. Что такое молитва? Это настройка. Настраивается на чистое отношение, на светлые вещи. Тогда в этом случае у него в сердце появляется надежда, возможность все исправить. Надежда появляется. Когда он видит, что есть сила человеческая, она от Бога идет, через идеи появляется. В каждом человеке есть святая душа. Как она проявляется? Она дает нам красоту, дает силу, дает могущество. Она дает память человеку. Человек вспоминает что-то. Или дает забвение, человек забывает что-то. Она дает сверхдуша совесть. Совесть — это не наша вещь. Она же нас мучает. Мы сами себя и мучить не будем. Очень правильно. Кто-то мучает нас изнутри. Это совесть, это божественная сила. То есть Бог действует внутри нас. И Он проявлен очень сильно в возвышенных людях. И в Веде говорится, что святой человек — это зеркало совести. Вот ты смотришь на Него, и Он отражает твою совесть. То, что в твоей совести должно быть сказано, Он может просто взглядом тебе передать. Или может сказать тебе, если более близкие отношения. Когда человек верит в святость, то он непосредственно отношение с Богом имеет в этом случае. Непосредственно отношение. Потому что в Бабула Дите есть такое священное писание. Там говорится, что те, кто любит, кто верит непосредственно в Меня, для Меня стоят ниже тех, кто верит в Моих сыновей. Но те, кто за Мною идут, верят в святых людей. То есть потому что ближе к Богу тот, кто верит в того, кто ближе к Богу. И приводится такой пример. Один мудрец решил встретиться с царем государства, чтобы ему передать какие-то важные информации. Но до царя очень далеко. Не пускают его секретари и всякие слуги. И он начал встать на Творцовой площади и начал прославлять царя. Но прославлять это такая ситуация. Всегда этому человеку интересно послушать, что о нем говорят. И он начал просто взял возле Творца и начал прославлять царя. Через пять минут царю уже доложили. И царь говорит, да, Господи, а по мне? Да, по мне. Блжет побольше. Спасибо. И он говорит, ну, ноги меня прославляют, не ничего. Пусть прославляют себе там стоит какая-нибудь. Ну, все, про забыли. Он неделю там прославлял царя. Про него все забыли. И он тогда сел, помолился и начал прославлять царевну. Да, он начал прославлять царевну, а царь очень любил царевну. В результате, через пять минут царь его уже позвал к себе. Потому что он, а что про мою царевну? Говорит, он начал подслушивать. Он услышал, что это очень мудрый человек. Он решил с ним поговорить. Потому что он знал все про царевну. Хотя с ней близко не был знаком. Он начал с ним общаться. То есть это мудрец достиг своего. Видите, если мы хотим приблизиться к Богу, то мы должны действовать через приближенных тех, кто ближе к Богу. И как определить таких людей? Они показывают по всей земле пример святой жизни. Очень трудно показывать пример святой жизни. Если в интернет набрать в старцу ног фамилию, там много всякой информации выйдет. И хороший, и плохой. То есть я не могу сказать, что я являюсь примером. Но, по крайней мере, у меня есть желание об этом говорить. О том, что есть люди, которые являются примерами. И я вижу в этом большой смысл, потому что я сам стараюсь каждый день следовать именно этой практике. Настраиваться на чистоту человеческую. И это дает большие силы жить потом, большие силы преодолевать трудности в жизни. Видите, есть два способа жить. Один способ неразумный. То есть мы просыпаемся и думаем, как себя развлечь. Пусть у нас есть доработка какое-то время. Если у нас там нет обязанностей приготовить ничего, как себя развлечь. Мы включаем телевизор и начинаем искать, что мне интересно. Это называется неразумная жизнь. Потому что в это время человек чем занимается? Он просто хочет, чтобы кто-то ему дал силы. А кто, не важно. Важно, чтобы не было интересно. Видите, то есть силы, которые получают в жизни, они зависят от энтузиазма, интереса. Интерес означает силы. Если мне интересно жить, я имею силу жить. Неинтересно жить, до свидания. Интерес закончился, все. Человек не может жить нормально уже, без интереса. Им ничего не интересно. Все передачи уже не интересны. Книги не интересны. Чего интересно? Значит, надо идти на эти американские горки и тому. Или просто набиться. Ну, чтобы что-то было интересно, понимаете? Ну, что-то надо сделать, чтобы как-то встряхнуть свою жизнь. И это называется неразумное существование. Так большинство людей сейчас живут. Им нужно шоу. То есть большой стадион хоккей. Я когда прилетел в Омс, утром, видел в аэропорту, ой, в этом, ну да, в аэропорту, видел такую вывеску. Вас приветствует столица, хоккейная столица. Здесь у вас большой какой-то стадион, да, есть? Порядка. Вот и сколько там людей помещается? Десять тысяч человек приходят посмотреть на хоккей. Чего они с собой уносят после этого? Пока смотришь. Ну, то есть это неразумное существование. Что такое разумное существование? Это когда человек садится перед алтарем с утра и начинает свой разговор со святостью, молитвой. Беседа со святостью. Он начинает молиться и чистоту человеческую в себя впитывает. Для чего? Чтобы победить свой следующий день, своей судьбы. С помощью этой чистоты приходит к нему знание, счастье и вера. То есть она, могущество внутреннее дается человеку через то, что он сам настраивается на чистоту человечества. Сам. Не его кто-то на что-то настраивает, там, хоккеиста, там, настраивает на себя. А он настраивается на чистоту человечества, собственно, силой своей. И это дает ему очень многие вещи в сердце открывать. Потому что душа по своей природе, она хочет душевного. Мы души, мы не тело. Мы не психика. Я не психика, я не тело вот этого. Я душа. Что это значит? Это значит, что я соткан из чистоты. Я когда настраиваюсь на чистое в человеке, душевное, тогда я радость более глубокую начинаю испытывать. Эта радость дает мне возможность жить в этом мире. В этом мире есть и материальное, есть всякое. И психическое, и материальное. Со всем этим надо иметь дело. Но кто имеет с этим совсем дело? Душа. Понимаете? То есть душа означает чистая и светлая во мне. Если у меня ничего чистого, светлого не осталось, значит нет сил жить. А я если их не пополняю, значит тогда никаких сил жить не будет. А проблема в чем заключается в нашем жизни? А в том, что примеров мало. Примеров мало. Мы не знаем, кто святой человек, кто не святой. Нам не на ковровняться часто. Чистоты человеческой хлебнуть неоткуда часто бывает. Поэтому Святой Франциск говорит. Брат Лев, братья наши должны подавать пример святой жизни. И это приносит их радость совершенную. Но потом он добавляет, что это еще не такая совершенная радость, которая могла бы быть, если бы. Дальше читаем. Про я немного далее Франциск опять позвал брата Льва. Запиши еще, брат Лев, что если наши братья будут исцелять людей, изгонять бесов и будут делать духовно слепых зрячими, или воскрешать даже умерших, запиши, что и в этом не будет радости совершенной. Ну то есть видите, он какую планку поднял. Потому что одно дело, человек показывает пример и дает глоток воды чистой. Вот допустим, фильм «Остров», когда показан, для меня был это глоток воды. То есть я увидел, как настоящий человек, человек показал настоящую монашескую жизнь. Вот как человек чистотой своей показывал пример вот этой жизни. И я очень сильно вдохновился, это была радость для меня, то есть большая радость. Но представьте, если бы этот человек пришел ко мне и исцелил мою жизнь. Некоторые люди очень сильно страдают от телесной болезни. Эти телесные болезни приковывают их, и жизнь их становится несчастной и тяжелой. И они не могут никак проявить себя в жизни, потому что они болеют. И вот такие возвышенные души, они берут просто и заслуждают, что это болезнь. Берут, делают так, что человек перестает болеть. Интересно. Некоторые психически болеют, и у них нет силы жить, потому что они в психозе находятся. То они приходят в себя, то выходят из себя, и у них нет силы жить. Потому что есть тонкие сущности, которые в результате слабости психической человеку не дают самому управлять своим тонким телом. Захватывает агрессивное живое существо, тонкое тело человека. И не дает ему жить нормально. Это психический недуг. И люди такие возвышенные, имея силу внутри, они берут и освобождают тонкое тело человека от влияния этих злых сил. Представьте, какое счастье. Так? А есть такие люди, которые пробуждают в человеке глубокое понимание смысла его жизни. И фактически они открывают глаза. Потому что люди в основном живут как во сне. Что значит жить во сне? Ведомо описано, жить как во сне. Всё как во сне. Он несёт меня мой дэктоплан. Мой дэктоплан. И куда он несёт меня мой дэктоплан? Он меня несёт по моим заботам. То есть я работаю где-то, я зарабатываю деньги. Я там рожаю детей, заботюсь о детях, воспитываю внуков, дачу их себе купила, там овощи сажаю. В том раз умерла. Неожиданно. И когда перед смертью человек, так вот прожив жизнь, он перед смертью открывает глаза, а перед смертью вся жизнь проходит. Ведо описывает оставление тела, время, время останавливается и начинается прокрутка. Всё, что прошло. Человек видит, что он как-то... Зачем он жил? Смысл какой? Некоторые говорят, для детей. Я для детей всё это сделаю. Чего дети сами для себя не могут? Всё. Смысл какой? Что это облегчение, вот если взять ребёнку своему и всё сделать, что ему лучше жить будет от этого? Некоторые считают, что лучше. Ну вот, допустим, если бы мне родители купили медицинский институт, я бы не выучился на врача. Но они мне всё бы сделали, у меня бы ничего не было. Почему? Потому что человек учится, когда делает сам. Человек реально создаёт свою судьбу, когда он сам имеет трудности и сам из них выходит. Когда у человека всё как на ложечке, там как бы разжевать, даже разжёвывать не надо, осталось только проглотить. Но в чём? Ну что за жизнь? Где жизнь? То есть с точки зрения материальной детям ничего не надо. Самое лучшее, если они сами всё для себя сделают. Хотя они считают, что надо по-другому. У них другое мнение на это всё. С точки зрения развития Личности, самое лучшее развитие было только у тех Личностей, которые развивали себя сами. Подтверждение. С этой точки зрения, зачем всю жизнь отдавать детям? Я уже рассказывал много раз этот случай. Одна женщина на лекции мне рассказала, что она, когда у неё подружка умерла, как она сказала, умерла, хотя такого слова нет, человек оставляет тело, он не умирает. Муха остаётся в тонком теле, душа в тонком теле остаётся, она выходит из другой теле. Смерти нет. Так как я вижу тонкое тело людей, я это вижу всё. Тонкое тело выходит из грубого. И тело, оно как безжизненным становится грубым. Понимаете? Это можно понять, когда это увидишь. Что есть грубое тело вместе с тонким, потом раз — вышло. И это вот стало трупом безжизненным просто. Душа вместе с тонким телом ушла за другое тело. И надо понять одну простую вещь, что жизнь человеческая не предназначена для того, чтобы здесь кому-то облегчить существование. Но каждый будет жить по своей судьбе всё равно. Сколько надо, столько будет страдать и научиться. Мы ничего никому не облегчим. Мы можем дать только знание о том, что такое человеческая жизнь и зачем она нужна. Человеческая жизнь принадлежит только счастью. Мы только для счастья живём. У нас нет другой цели — жить только для счастья мы живём. И счастье, оно находится в отношениях духовных. То есть, что такое духовное? Каждая женщина понимает, что я хочу семью, чтобы у меня близкие отношения с мужем были, чтобы у нас дети хорошие росли. Это означает её понимание духовных отношений. Это тоже духовные отношения, но на её уровне понимания, потому что есть высшее понимание. Потому что по факту невозможно вот эти духовные отношения внутри семьи просто, внутри одной семьи. То, что вот женщины мечтают, это невозможно. Потому что когда люди вместе начинают жить, их эгоизмы начинают возрастать многократно. Они хотят наслаждаться друг другом. Потому что по отдельности неким было наслаждаться. Да, мы соединились. Мужчина чем хочет наслаждаться? Женским телом. Женщина чем хочет наслаждаться? Тем, что муж ей даёт квартирой. Она хочет наслаждаться детьми, которые он ей даёт. Но что нужно так мужчине? Так? Да. Она хочет этим наслаждаться всем. Но в наслаждении же нет радости совершенно. Есть радость совершенной в служении. То есть почему мы хотели любить друг друга, то есть служить друг другу, когда встретились, начали наслаждаться друг другом? Потому что так действует природа. Когда люди соединяются друг с другом, у них надключается желание наслаждаться. Ничего общего с любовью это не имеет. Это механизм уничтожения любви. Потому что когда ты хочешь наслаждаться с близким человеком, ты что делаешь? Предъявляешь ему требования. Мне нужно это, мне нужно то для нашей счастливой жизни. Начинает скандал в результате. Ничего общего со счастьем люди не имеют. То есть люди вместо того, чтобы счастлив жить, друг другу начинают ругаться по факту. Причина — незнание. Они не знают, что само по себе соединение мужчины и женщины не означает, что будет счастье. Будет хуже, а не лучше. Почему? Потому что включается эгоизм в работу. Действует, начинает действовать эгоизм. Для чего же нужна тогда семейная жизнь? Эгоизм нужна для того, чтобы узнать, как в семье победить эгоизм. Как сделать так, чтобы мы служили друг другу, а не хотели чего-то друг от друга. И это называется духовное знание. То есть что такое духовное знание? Это знание души, как ей жить в этом мире. Понимаете? То есть ей надо жить в этой семье, в этом обществе, в котором все живут для себя. Каждый живет для себя. Но при этом, если я включаю внутри себя отношения чистые с человеком, то в нём они тоже в ответ включаются. В этом принцип. В этом принцип. А для того, чтобы включить чистоту внутри себя, для этого нужен пример. А пример возникает, когда кто-то что-то сделает. Например, как мне поверить в связанность человека? Если он исцеляет на моих глазах кого-то, я верю в этого человека. Поэтому здесь и говорит Святой Франциск, что выше есть ещё радость совершенная. Когда люди не просто пример святой жизни показывают, а когда они реально помогают, реально практически помогают таким людям жить. Практическая помощь нужна. Это даёт радость совершенную в сердце. Витя, он не остановился просто на их честь строения больных, изгоняя не бегцев. И даже духовно срячими, как бы, это недостаточно. И он говорит, что воскрешать умерших означает, в буквальном смысле слова, не поднимать трупов на ноги, как некоторые думают. Воскрешать умерших означает пробудить в человеке вечную природу, духовную природу. Потому что мы хоть и живём на этой земле, но на самом деле мы себя не знаем. Вот в чём проблема. Мы не знаем себя внутри. Потому что если человек, который узнал про себя, он никогда уже не печалится о том, что здесь на земле на этой происходит. Почему? Потому что он видит всё гораздо по-другому, другими глазами. Он видит чистоту человеческую, хотя внешне она непроявлена, часто бывает. Он видит, что этот мир соткан совершенным образом. Он видит красоту этого мира, понимаете? Хоть и всё загажено и отравлено, всё равно он видит красоту этого мира. Почему он видит эту красоту? Потому что он настроен, заточен в своей психике на чистое и светлое, на духовное. Допустим, как сделать так, чтобы сын, ребёнок, выросл нормальным человеком? Практический вопрос. Как сделать так, чтобы сын вырос нормальным человеком? Непонятно. Не знаю. Смотрите, ответ очень простой. Вы начинаете целенаправленно видеть в нём хорошее. Что видишь в человеке, то в нём и поливаешь. Вот если я вижу вам в вас хорошее, то вы воскрешаете, вы расцветаете. Понимаете? У сына есть судьба, у ребёнка есть судьба. Она мучает, и кажется, что он такой. Судьба его делает таким, как она хочет. Но если мать занимается медитацией, настроем на светлое в человеке, в святом человеке, у неё появляется сила видеть чистая близко к человеку. И она видит это чистое в сыне и препятствует развитию судьбы. Судьба заставляет сына идти выпивать, а мать видит в нём светлое и возрождает в нём совесть. То есть он не хочет уже выпивать рядом с матерью. А судьба ему говорит, иди выпей. И так идёт борьба. Кто победит? Тот, кто сильнее. Или судьба побеждает, или мать. Так можно воспитывать сына. Но просто сказав ему, «Так не делай, невозможно, это не работает, потому что нужен пример». Если ты хочешь сделать так, чтобы сын вёл себя хорошо, для этого нужно самой себя вести хорошо, чтобы он это почувствовал, что так надо жить, что это работает, что это приносит счастье, он должен почувствовать. Но ещё больше он почувствует, что если мать поведёт себя хорошо, и это спасёт её судьбу прямо на его глазах. Вот когда он увидит событие, факт, вот тогда мы поверим в такую жизнь уже. Реально поверим в такую жизнь. У меня был такой случай на лекции. В Петербурге была лекция. Я говорил о бесстрашии на лекции. И во время этой лекции один человек в чёрном зашёл в зал и встал за мной, за моей спиной. Я когда он шёл, я говорю, «А что вы хотите?» Он говорит, «Я сам знаю, что я хочу». Зашёл, встал за моей спиной, я его не видел. Но люди все, когда они сидели, смотрели на меня, они покрылись холодным потом все. Я смотрю в зал, и люди все попледнели. И я почувствовал, как у меня в теле тело начало наливаться тяжестью такой слитцовой. Ноги начали трястись. Такие дрожь такая по ногам пошла. И я почувствовал, что как будто бы смерть пришла в мою жизнь. И у меня внутри какой-то голос какой-то сказал, «Беги». А другой голос сказал, «Сиди». Потому что если ты побежишь, то твоя лекция не будет иметь никакого смысла. Это значит, что ты просто зря прожил свою жизнь. Занимаешься чем-то непонятным. Я решил сидеть и продолжать лекцию. Он постоял, постоял сзади и пошёл. Ушёл. Ничего не сделал. Попочти мне недавно ничего не сделал. И люди никто, никак бы никто не пошевелились, чтобы ему как-то препятствовать. Этому человеку в зале было много мужчин. Никто ничего не сделал. Но лекция удалась. Потому что, когда я просто высидел, понятно, что у меня язык немножко заплетался, но просто я высидел. Это уже было достаточно, чтобы дальше говорить о бескрашии. То есть лекция удалась, вот онлайн всё нормально получилось. Но идея в чём заключается, что нужен факт какой-то. Факт. Если есть факт, значит, сильнее получается радость совершенная. Вера больше, понимаете, когда есть факт. Какой-то. Вот, допустим, в Святой Матроне стоят очередь целая за исцелением к её мощам в Москве. Почему? Потому что есть факты. У многих людей есть факты, как помогает. Там человек подошёл, коснулся мощам раз, и помогло через несколько там дней, месяцев. Помогло. И он чувствует связь. Вот с этим, вот из-за этого помогло. Сердце чувствует связь. Субтитры создавал DimaTorzok